Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна, я надеюсь вы следите за этим процессом, который имеет колоссально большое значение, мне кажется, для нашего общества, потому что армия занимает большое очень пространство в общественной жизни, очень много людей работают в армии, служат, ребята молодые уходят, и еще раз скажу, что не должно так быть, чтобы матери, которые растили, воспитывали, вскармливали своих детей, встречали их обратно в цинковых коробах. Вот единственное, за что я выступаю, считаю, что любой здравомыслящий человек поддержит это. Значит, в данном случае мы освещаем процесс над Рамилем Шамсудиновым, значит, благодаря порталу Тюмени онлайн 72.ру, мы знаем, что происходит в зале суда, Рамиль Шамсудинов попросил позвать в суд имама, встречи со священнослужителями он добивался с лета. Значит, подсудимый Рамиль Шамсудинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев под читой, попросил позвать священнослужителя, об этом он заявил, значит, во время судебного заседания, где выступали родные погибших военнослужащих, я об этом ролик уже снял. Значит, адвокат Шамсудинова Равиль Тугушев подтвердил 70.ру, просьбу подзащитную. Разговор с имамом на эту тему ведем, в связи с пандемией в СИЗО не пускают священнослужители, а в суде есть возможность встречи, то есть прямо в суде встретиться. Значит, понятно, что разговор будет довольно такой сложный, потому что Рамиль находится в клетке, что называется, за решеткой в зале суда, и люди вокруг сидят, имам может только подойти. Ну, разговор такой, не тет-а-тет, что называется, да, полноценный. Значит, Рамиль Шамсудинов просил об этом еще летом, когда я к нему приезжал, наверное, он хочет с ним пообщаться, потому что на нем висит такой груз, прокомментировал Равиль Тугушев. Значит, что стоит еще сказать, по словам защитников подсудимого, значит, 2 декабря, 2 декабря сторона обвинения закончит предоставлять свои доказательства, в том числе и свидетелей. После этого слово будет за защитой. Довольно интересно, какие доводы будут у защиты, завтра мы об этом узнаем. Ну, вот такая новость. Конечно, я думаю, что парню нужно поговорить с кем-то, выговориться, с учетом того, что отец не приехал, потому что у него нет материальной возможности. Денег нет у него на дорогу, потому что, значит, это далеко, и нужно же где-то проживать все это время, и питаться, и так далее. Поэтому, конечно, я думаю, что отец хотел бы присутствовать в зале суда, по крайней мере, он в это время мог бы сына видеть, и так далее. Может быть, по каким-то соображениям, но я так понимаю, что именно здесь материальный аспект. Значит, и поговорить с кем-то, вот, кто не осуждает, а священнослужитель, вы знаете, что не осуждает, а может какие-то советы, какие-то мнения, и так далее. Конечно, душа просит у него, это понятно. Такие новости, друзья, пишите, пожалуйста, ваши комментарии. С вами был Будда Гришна, значит, подписывайтесь на мой основной канал, на котором мы сейчас находимся, на канал о саморазвитии. Будда Гришна Лайв, добавляйтесь в Инстаграм, Будда Гришна, нижняя почерка, не офишил. Всем пока, друзья, до встречи.